Три недели назад было ОРВИ в легкой форме, повышенная температура, КТ было на второй неделе. Начались проблемы с ЖКТ, легкая тошнота до и после еды, дискомфорт и боли в разных частях живота, распирание, вздутие, приступы повышенного слюноотделения и более сильной тошноты, чувствовался застой еды или желчи, нестабильный стул, усталость, разбитость, тревожность. Есть диагноз поверхностный гастрит. На этой неделе поставили еще панкреатит. УЗИ не дало показаний, как-то связанных с результатами КТ. Общий анализ крови, биохимия, К-программа тоже. Один гастроэнтеролог сказал, что пожелудочная воспалена, другой не смог дать однозначного ответа, посоветовал повторную расшифровку. Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1993 года рождения. Дата исследования – 15 апреля 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены. Свежеочаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Паниматизация легочной ткани сохранена. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. В базальных сегментах визуализируются минимально выраженные тракционные бронхоэктазы. Средостение не смещено и не расширено. Новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. Обычные формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В зону сканирования частично вошла поджелудочная железа размером 24, 25, 26 мм. Нативная плотность железы плюс 36, плюс 55 хаунсфилда. На границе тела и хвост железы определяется участок размером 44 на 40 мм плотностью 4, плюс 6, плюс 50 хаунсфилда. Контур железы несколько неровный, достаточно четкий. Кпереди от головки создается впечатление о наличии отграниченного скопления жидкости. Заключение. В легких свежие очаговые инфильтративные изменения не выявлены. КТ-картина минимально выраженных тракционных бронхоэктазов базальных сегментов легких. КТ-картина диффузных изменений ткани поджелудочной железы, ее локальное увеличение, более вероятно туморозный панкреатит, выпад парапанкреатической клетчатки. Для уточнения диагноза рекомендовано КТ брюшной полости с внутривенным и пероральным контрастированием. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день! С легкими у вас в целом все в порядке. Есть незначительное расширение мелких бронхоэктазов в нижних частях легких, но это особого значения не имеет. С животом все несколько сложнее. Вы очень худенькая, и для КТ это плохо. Вокруг органов жира нет, и соответственно органы близко прилежат друг другу. Жир служит естественным контрастом. Поджелудочная железа у вас изменена, плотность ее повышена, и примерно в средней части ее есть утолщение. На мой взгляд, это скорее проявление вялотекущего хронического панкреатита. В любом случае нужно делать КТ брюшную полость с контрастом. Причем часть контраста ведут вену уже в кабинете КТ, а часть вам надо принять самой. Вам нужна ампула 20 мл урографина или любого другого йод содержащего контраста 20 мл. Ампулы нужно вылить в двухлитровую бутылку негазированной воды. Полтора литра равномерно выпить за 3 часа до начала исследования. Есть нельзя. Последнюю воду надо выпить уже в кабинете КТ, тогда получится хорошо. Запускать это нельзя, надо прояснить вопрос. Представленное исследование не очень в этом поможет.